Сегодня в России День студенчества. Праздник стал поводом обсудить молодежные инициативы. Глава Чувашии встретился с общественными активистами и представителями студсоветов ведущих вузов республики. Каждый год самым лучшим присваивают именные стипендии от руководителя региона и Чебоксарской мэрии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Поздравляю все студенчество Чувашской республики с этим замечательным праздником, праздником, который отмечается уже много лет. Это, несомненно, самые, мне кажется, такие годы, годы, когда человек, каждый человек становится, если так можно выразиться, взрослым, специалистом, профессионалом какого-то дела. Мы ровно поэтому с прошлого года начали серьезную перестройку работы с молодежью в целом в области реализации государственной молодежной политики. Глава республики приехал не только поздравить с праздником, но и ответить на вопросы, которые больше всего волнуют молодежь. Ребята в образе солдат, члены клуба исторической реконструкции «Драконы морей». Коллегу Николаеву они обратились с просьбой решить проблему с помещением для работы. Из вашей помощи, из вашей поддержки мы могли бы делать еще большие проекты международного и сосискового. Такие возможности найдем. Очевидно, что мы таким образом в том числе обогатим туристическую привлекательность региона, как с точки зрения внутреннего туризма. Помощника депутата Госсовета Константина Федорова интересуют меры социальной поддержки семей. Хотя сам он еще не женат. Все еще впереди. За эти три года полностью пересмотрели различного рода формы поддержки и существенно их увеличили. Это различные субсидии, ежемесячные и годовые выплаты. В прошлом году все семьи с шестью и более детьми у нас получили квартиры в рамках обязательства государства по обеспечению жильем. Ну и соответственно увеличиваем механических квартир, которые предоставляются в целом с пяти и более детьми. Я как понял, вы бессемейные. А почему все-таки задали вопрос главе именно про семью? Потому что я беспокоюсь о населении Чувашской республики. Особенно это семьи. Тем более это так актуально, поскольку президент объявил этот год и отметил это событие. А мне только 18 лет. Я думаю, у меня все впереди. И я хочу большую семью себе. Немало молодых людей создают семьи еще будучи студентами. Ведущие открытого диалога Анна и Дмитрий Вильяловы одни из таких. Мы хотим тоже помогать, потому что жизнь продолжается, не стоит на месте. Семьи создаются. Мы хотим пригласить все семьи Чувашии к нам в команду. Дальше развиваться, работать на благо Чувашии. В прошлом году мы с Димой поженили пять таких пар. Дима и Жия находились в зоне СФО. Активная работа велась с невестами. Анна и Дима руководят ассоциацией молодых семей республики. Сейчас, говорят они, стало трендом играть свадьбы по национальным традициям. Мы вдохновились свадьбой на ВДНХ Максима и Анастасия Горских. Когда их поженили прямо на сцене. Настоящий регистратор отдела ЗАГС. Свадьбу показали в театрализованном формате со всеми чувашскими традициями. Мы тоже принимали участие в постановке этой свадьбы. И нам это стало очень тепло, близко. Возник у молодоженов интерес к традициям, к истокам. Лучшим вручили свидетельства о присуждении стипендии главы региона. Каждый год их обладателями становятся тысячи молодых людей. День первых журналистов и республики. Новоиспеченный стипендиат Юлия Миронова изучает жестовый язык. И даже исполняет на нем песни. Чтобы спеть, надо ручки немножко. Ну, допустим. Дом. Теперь переведите. Это припев одной песни, которую я исполняла на конкурсе. Воспоминания дом воздвигли мы. С помощью этой коммуникации можно познакомиться с их миром. Это очень интересно. Более 80 юных горожан стали именными стипендиатами главы Чбоксар. Так мэрия столицы республики отмечает достижения в учебе, спорте и общественной работе. Я играю разные произведения. Вот сейчас я учу произведения по фортепиано. Я буду играть его с хором. А еще я играю достаточно сложные произведения. Я участвую в спортивных мероприятиях, также за конкурсы в научной деятельности, олимпиадах. Я занимаюсь больными танцами около 10 лет. Я являюсь победителем Всемирной танцевальной олимпиады и чемпионатов России Чувашии. Денис Спирин отметил, что будущее города за творческой и креативной молодежью. Вы сегодня сидите за местами, где обычно у нас сидят депутаты. А это значит, что следующий шаг – это ваш шаг к управлению городом, управлением республикой и страной. Дерзайте, продолжайте учиться. Стипендиаты, руководители региона и главы Чебоксар признались, что денежная поддержка для них еще и стимул продолжить заниматься любимым делом. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Национальное телевидение Чувашии. Продолжение следует...